ВИДКРЫВАЙ НА ВИСВИТЫ СЛОД СИТИ ВИДКРЫВАЙ НА ВИСВИТЫ ВИДКРЫВАЙ НА ВИСВИТЫ Что они делают? Значительно усложняют россиянам осуществление того, что те осуществляли раньше. Конечно же, россиянам будет сложнее использовать Севастополь в качестве порта, что толкает их назад в Азовское море. А за 10 дней до этого Украина отбила нефтегазовые вышки «Бойко», которые позволяли России следить за акваторией. За две недели до этого украинские разведчики высадились в Крыму и вывесили там флаг Украины. Ещё двумя неделями ранее Украина попыталась атаковать Крымский мост. Генштаб вооружённых сил Украины составил в порядке приоритетности список военных объектов на территории временно оккупированного Крыма. От 150 до 200. И мы наносим огневые удары по этим объектам. Я думаю, это в любом случае можно назвать и подготовительным этапом к освобождению Крыма, а также и началом освобождения Крыма. Хотя на первый взгляд российский Черноморский флот имеет над Украиной количественное и качественное преимущество, уже с начала полномасштабной войны проявляет свою слабость. В марте 22-го был уничтожен десантный корабль «Саратов». Вскоре затонул ракетный крейсер «Москва». Что проявилось в этом случае, когда была потеряна Москва? Появление у Украины противокорабельных ракет, причём отнюдь не передовых западного производства, а собственных экспериментальных «Нептунов», которые имеют корни ещё в советском ВПК, то есть не последнего слова техники, несмотря на то, что это новая система, резко ограничила, оставим в стороне сейчас ошибки, приведшие к гибели крейсера, резко ограничили уже тогда возможности российских кораблей, сколько бы их ни было, какими бы большими они ни были. Дальше, говорит Давид Шарп, всё шло понарастающее. Сегодня Германия планирует передать Украине 50 надводных дронов, а в очередной пакет американской помощи войдут дальнобойные тактические ракетные системы «Этакамс». Ещё больше угроз для россиян в Чёрном море. «Этакамс» добавит и в Крыму новых проблем. «Этакамс», судя по сообщениям, если исходить из американского сообщения, речь идёт о кассетах, на первом этапе о ракетах с кассетными боеприпасами, для которых в качестве целей напрашиваются уже не железобетонные строения и не бункера, наподобие штаба, а зато напрашиваются системы ПВО, которые прикрывают, собственно, важные объекты и аэродромы». Ракеты «Этакамс» таким образом смогут поучаствовать в освобождении Крыма. «У нас остаётся британская ракета «Сторм Шейдоу» и её брат-близнец — французская ракета «Скальп». Они имеют дальность до 200 километров. То, что нам передают надводные дроны, это оружие будет использоваться для уничтожения и вытеснения российского Черноморского флота. Я бы даже назвал это «Черноморской эскадрой», потому что боевой части флота мы нанесли существенное поражение. Уражение довольно существенное мы нанесли боевой части этого флота. Для Украины сегодня важно избавить российскую армию преимущество в воздухе, поэтому армия уничтожает средства радиотехнической разведки и противовоздушные системы, системы средней дальности, а также авиационные объекты и склады. Всё это заставляет российский Черноморский флот напрягать усилия лишь на то, чтобы обороняться, то есть быть не охотником, а целью. Это особые усилия на защиту собственных баз, это смена маршрута, маршрутов – это тактика другая, это бдительность, когда необходимо каждую секунду ожидать удара такого рода беспилотника, и буквально в последнюю секунду, а мы видели видео с этих беспилотников, что если удавалось иногда ликвидировать эту угрозу, то это было буквально в последнюю секунду, то есть можно сказать, повезло. Позиция не охотника, а цели считывается и в поведении Черноморского флота в открытом море. Эскадра российских кораблей уже очень осторожно выходит в открытое море. Если раньше выходило 4-5 носителей ракет «Калибр» и с ними 10-12 кораблей, то сегодня один или два носителя ракет с таким же количеством эскадры. И я так понимаю, кораблями Черноморской эскадры они как живым щитом прикрывают носителей «Калибра». А так они или сидят на базе в Новороссийске, или прячутся возле Керченского пролива. С аннексией Крыма в 2014 году началась война в Украине, поэтому и полуостров, и события в Черном море крайне чувствительны для Кремля. Политическая составляющая этого, безусловно, действует на Кремль. Она беспокоит людей вокруг Путина. Будет ли ситуация в Черном море ухудшаться? Потому что Путин ставит свою репутацию на Черное море, на сохранение Крыма, на Севастополь, как безопасную базу, которая такой больше не является. Тенденция в Черном море сложилась не в пользу российских сил, и вряд ли Черноморский флот сможет ее перенаправить. Украина же может использовать свои преимущества, в том числе и для защиты своей территории. Украинцы, думаю, передают российской власти своеобразный месседж. Мол, вы не защищены в Крыму, по большому счету, не только военные объекты, но и, например, энергетическая инфраструктура, а электростанции, все знают, где они находятся, и по пальцам их можно посчитать. Это транспортная инфраструктура, инфраструктура связана с хранением топлива. Это сдерживающий фактор. Если Россия продолжит атаковать украинскую инфраструктуру, то и российская пострадает. Но может ли морское контрнаступление повлиять на ход войны? Российская Федерация и лично Путин превратили Крым в скрепу, возвели его в ранг Святого Писания. Тут больше политическая составляющая, чем военная. Если мы освобождаем Крым, или если наши войска входят в Крым, если будет какая-то десантно-морская операция, или наши войска заходят по перекопу, это может спровоцировать необратимые процессы в самой Российской Федерации, особенно в отношении действующего президента России Путина. А это напрямую будет влиять на ход боевых действий. Успехи украинцев в Черном море имеют и экономическое значение. Украина пробила коридор для экспорта зерна. А пока ей нужно защищать его, Черноморский флот, видимо, будет прятаться в восточной части моря. Технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Джан Коя убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Продолжение следует...